вот у нас один цветочек сейчас мы переключим камеру и даша вам покажет прям близко-близко как я это делаю сколько по времени подходит ваше тесто для куличей тоже не очень правильный вопрос потому что у кого-то это за полчаса подойдет а у кого-то за полтора но не больше чем полтора-два часа потому что температура в помещении разное ставьте в расстойку но не в горячую расстойку вы запарите тесто у вас ничего не подойдет тогда но не больше чем полтора часа каждый подъем давайте переключим камеру чтобы видеть как я делаю цветочки даша очень близко все снимет только что фокусировка было видно хорошо да вот я делаю такую вот основу как маленькая пимпочка широкую часть вниз и вот прям вот сюда ставлю выдавливаю и кручу свой гвоздик и возвращаюсь в центр у меня получается вот такой лепесточек видно из под низу либо либо рядышком но тоже вот из центра я выдавливаю лепесточек и возвращаюсь обратно они у меня как ребром стоят опять снизу и возвращаюсь к центру и возвращаюсь к центру и они у меня немножечко стоят ребром эти цветочки самую серединочку раз раз и вытягиваю вот такое вот сердцевинку тычинки подцепляю ножничками и сажаю там где мне нужно пока все это не застывшая отлично все садится следующий два несколько штук прям покажем можно ли без насадки сделать цветочки нет насадки нужны серединочку раз выдавили вот такой вот полукругленький такой раз и крутите гвоздик обязательно следующий раз раз они будут у всех разные получаться цветочки но тоже будет красиво их же в природе очень много разных-разных если ножниц нет чем снять ножницами обычными как нужно с дома нет ножниц есть дома ножницы вилкой можно снять чем угодно обычные ножницы возьмите просто эти удобные те что вот они гнутся да вы вот так вот раз и сделали можно подручными средствами так давайте вот из трех сделаем да еще раз покажи насадку еще раз насадку показываем сейчас я их буду они бывают и такие побольше и поменьше и всякие роза изогнута вот с тобой мне хорошо когда ты мне помогаешь всем все видно еще показываю на середину поставили крутим гвоздик выдавливаем лепесток опять крутим гвоздик выдавливаем лепесток сейчас вот дать 4 сделаем как у сирени 4 тычинки могут быть любое количество которое вам нравится это белковый крем итальянская меренга тут уже фантазируете покажи вот этот веночек поближе что у нас получилось в шоколаде тут мы по-другому расположен опять делали основу лепесток выдавили один другой третий четвертый пятый насадка вот эта где-то миллиметров наверное 8 да 7-8 такой веночек у нас будет листочек сейчас поближе покажем и вот где у меня нравится мне фантазию свою включаю лепесток вот такой у нас получился веночек вот переложить как правильно держать насадку широкой стороной вниз вот смотрите вот у вас крем вы его подвинули пальчиками пережали вот здесь чтобы у вас когда вы давите обратно крем не вылазил вот я немножко хочу весь крем если тяжело давить возьмите половинку только крема вот таким образом пальчиком передавили крем обратно не идет и вот этот вот этой рукой мало крема опять подтянули крем к себе и давите регулируете мощность вашей давление вашего давайте как вот этому гнезду добавим цветочек я думаю что будет неплохо мне вообще больше нравится работать не белковым кремом а бобовой пастой а если из этого крема сделать венок прямо на куличке получится попробуйте будут полосочки просто где взять такие яички в магазине где конфеты продают я покупала обычном магазине мир сладости это для тех кто сам не хочет делать это конфеты сейчас я прям разрежу и покажу внутри а 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 там нет вопросов можно посмотреть как делать гнезда мы уже сделали их пересмотрите пожалуйста эфир предыдущий там все показала я где купить такую краску золото кандурины во всех кондитерских магазинах они есть я покупала эту тогда розмарину беру я покупала в уфа кондурин я их отмечу сегодня выставлю но есть везде в кондитерских магазинах какие хотите какое у нас гнездо получилось с цветочками наверное еще не загрузился эфир может быть да сейчас я поотвечаю на все вопросы давай мне телефон вот что у нас получилось кстати крем еще раз покажу девочки вот он какой когда вы кладете крем в мешочек уже вот постоявший его нужно вы мешать и положить в мешок вот такой вот крем получается может я поняла неправильно сама думаю что многовато сто двадцать пять процентов градусов нет не многовато да да я даже когда варила позавчера у меня даже до 130 дошло это не многовато это то что надо вот сегодня мы варили даже 126 было каждый год столько новой красоты кондитерский мир продвигается вперед да эфир этот закончится и вы посмотрите так дорогие мои девочки и мальчики задавайте вопросы какие у вас возникли и мы будем заканчивать эфир я набрала много заказов на куличи и мне нужно завтрашнего дня приступать к их выпечки да запись сохраняется в инстаграм на сутки если кто не успел приобрести наш наивкуснейший кулич и там декор другой так что можете еще успеть пройдите по ссылочке в шапке профиля хоть на нашей страничке хоть на страничке нашей онлайн школы либо если кто не найдет пишите в личку я вам скину ссылку у нас безумно вкусный кулич там декор другой декор не такой как здесь вы еще узнаете новенькая и вам спасибо я рада что вам понравилось я храню куличи они же выпекаются в бумажке я в ней и храню и если надо для хранения в контейнере либо в пакетике также как хлеб да чтобы он у вас не засыхал лучше в холодильнике две недели хранится мой кулич подскажите как хранить куличи с этим оформлением сначала в помещении потом уже не важно потому что кулич желательно хранить как хлеб да для долгого хранения в холодильнике немножко липнет он потом в каком магазине покупала такие ножницы я заказывала их очень много с алиэкспресса давно они есть во всех кондитерских магазинах спасибо за комплименты этот декор можно сделать заранее да я три дня назад еще сделала такие веночки и просто в помещении они подсохнут и все ну вот как я вам тюльпаны показал рецепт платный кулича до рецепт платный ну простите уж миленькие мои я и так с вами очень много бесплатным делюсь я тоже хочу кушать поэтому простите вот это слово я тоже очень хочу кушать я услышала у одного из мастеров в эфире она мне очень понравилось ну реально да давайте смотреть реальности в глаза я тоже свои рецепты разрабатываю трачу на них время и считаю что я с вами достаточно много делюсь и бесплатной информацией у всех своя технология у всех разная технология поэтому каждый мастер будет делать по-своему веночки конечно это шоколад шоколадная глазурь спасибо большое рецепт кулича был моей бабушки там необычный рецепт тем что заваривается кипящим молоком с маслом но я его немножко усовершенствовала по-своему добавлением целого фундука кешью миндаля на ваш вкус и любых цукатов изюма и тесто за счет вот этого вот заваренного оно вот такое вот не крошится а рвется такими вот кусками вот длинными вот вкусно и ваши рецепты гениальные спасибо большое спасибо и вам тоже спасибо я рада что вы рады следующий эфир 22 апреля цена рецепта по моему 790 рублей до на дрожжах настоящий кулич на дрожжах а так остальные остальные те что уже не на дрожжах это уже как кексовые основы книга в процессе вы понимаете что сейчас все типографии закрыты мы практически готовы к типографии но но все задержкой но будет у меня тоже много как платных так и бесплатных рецептов ксюши и все они супер спасибо большое я очень рада куличи бомба мне очень приятно точно точно сказала дочь 22 числа мы встречаемся в марафоне не на моей странице подпишитесь на марафон два или три поста назад отмечен марафон и еще будут анонсировать 20 и 21 числа марафон закрывает страничку бесплатно вы получите много знаний и информации от крутых спикеров поэтому подписывайтесь 22 апреля мы будем с вами в прямом эфире на странице марафона готовить ежевичный чизкейк без выпечки я не могу ничего раньше потому что я завтрашнего дня работаю на заказ куличи пасхи дворожные и потом пасха 19 числа праздник пасхи и потом уже марафон к нему тоже нужно подготовиться не все так просто поэтому всем огромное спасибо что вы были со мной рада была быть вам полезной даша вон уже стоит цветочки крутит на веночке пытается что-то изобразить вот всем хорошего дня с наступающим праздником пасха пробуйте экспериментируйте отмечайте нас приходите к нам учиться в нашу онлайн школу рады помочь разобраться во всех ваших ошибках и всем уделить свое внимание мы любим свою работу вся наша команда с огромным желанием работает и рада будет вам помочь всем хорошего дня всем пока пока